Вот такие у нас тут виды. Это у нас тут Мисаки. Вот так у нас красиво в Петербурге. Всем привет. Очень шумно, так что я ненадолго. Минутков на 10. Да, мы в Петербурге. Что за место? Место называется Корешка. Это у нас Гензовский ресторанчик. Привет из Португалии. Вот, мы сходили на массажик, посидели. Это же Петербург, здесь белые ночи, здесь не бывает темно. Сколько у нас сейчас времени? Времени сейчас 9 вечера и в Питере так всегда. Да. Анита, дрожди, я сзади тебя. Серьезно? Так надо же прийти и сделать сахар. Иди на улицу, поболтай с людьми. Да? Ты меня гонишь? Да. Меня выгнали. Говорит, я вот кричу, ору. Пойду на улицу, покажу вам виды. Буду массе из окна показывать. Выпиваю? Нет. Я курю кальянчик. Я за рулем, а не выпиваю. Так, привет. Корешка у него здесь 365 дней в году. Утром, днем и ночью. Даже сезонов не бывает, потому что она есть всегда. Так, сколько вешу? Вешу 111. Тренируемся каждый день и даже выходные. Правда, чего-то так олень. Ну, ничего. Тренировочки короткие, минут такие на 15. О, сзади меня корешка. Вот так она выглядит. Какой табак? Табака одна десятая, крайне легкий. Нам так, больше как дым выпускать вкусный. Гранат. Что там у нас еще? Дыня немножко. Мятая клубничка. Что-то такое. Что напоминает по вкусу корешка? Не знаю. Если хорошо прожарить, наверное, напоминает треску. Виктория Майер, как дела? Дела шикарно. Сейчас мы вам покажем вид сзади. Вот так вот. Это акватория Невы. Вот так все красиво. Когда ногти коралловые, у нас с Маской одинаковые. Маска злая? Не, Мася, она со своей подружкой, она хочет немножко поболтать, а там вот так музыка орет. Я, чтобы вы меня слышали, тоже кричу, и получается, что уже никто не болтает, кроме меня. Вот такой я доминант. Хе-хе-хе-хе. Так. Хорошо, не жарко, не доминикана. Да, я же говорю, это же было не прикол. Я уже соскучился по питерской хмаре, когда будет холодно и дождливо. То есть, когда пошел дождик, я первый раз, по-моему, от него в этом году кайфанул. Сейчас я вам покажу, какое здесь небо у нас кайфовое. Смотрите. Вот так в Питере. Тут водный мотоцикл рассекает. Так, меня брал спецназ за наркоту. Нет, не меня. Это был мой двойник. Хе-хе-хе-хе. Вот. Смотрите, имеющий телек. Ох, как шикарно. О, там еще один вид. Сейчас я вам еще один вид покажу, смотрите. Там у нас Голеон стоит. Ну, правда, несколько бутафорный. Там находится элитный спортзал уже много лет. Вот так вот. Опа. Вот так. У нас тут красиво адмиралтисты, исаки. А это Эр-ми-таш. За что перископ блокировали? За красивую маськину грудь. Видно, кто-то заревновал. Вот. У нас же есть очень правильные люди. Я просто считаю, что на самом деле правильные люди хуже, чем неправильные. Вот. Протрансистит идите на YouTube. Там все написано. Есть ли видео, гелия. Соответственно, про трансистит там, наверное, тоже будет. Так. Продавал какие-то уколы, чтобы быстро накачаться? Блин, если бы были уколы, которые быстро... От которых можно было накачаться, я бы их продавал. Я бы сейчас был бы точно не в Санкт-Петербурге. Маська? Маська сидит там в окошечке. Я вам потом ее покажу. Она такая в платьичке вся сегодня. Но просто холодно. Саня привет с Астрахани. И Астрахани наш привет. Вот в Астрахани, по-моему, всегда тепло. Как в Доминикане, да? Мое хобби? У меня целая куча хобби. Вот блогерство, допустим. Ничем иным, как хобби, его не назовешь. Так. Зубы нарастили? Нарастили. Как нарастили? Как нарастили? В клинике нарастили. Мой дружба. Зачем накрасил ногти? Топ-10 самых интересных вопросов Александру Шпакову. Задавайте их. Задавайте. Читайте, смотрите на Ютубе. Все там есть. Если много внимания привлекает. Не знаю, я же редко оборачиваюсь по сторонам. Наверное, да. У меня подруга в тебя влюбилась. Ну, любовь же бывает разная. Бывает и дружеская любовь. Даже между мальчиком и девочкой. Хотя какая-то порнография. Но ничего страшного. Передавайте ей привет. Почему так светло? В Питере вообще не бывает темно. Потому что здесь белые ночи. Они начинаются где-то, наверное, недель за 5-6 до равноденствия. То есть где-то начинается у нас уже так в начале мая светло. И темнеет у нас только к концу августа. Поэтому даже ночью светло и без шторок не заснуть. Вас там не боятся? Нет. Кто ж меня будет бояться? Я же добрый. У меня же на лице написано, что я очень добрый. Так, что-то у меня морщинки появились. Надо боток скалывать. Часто матом ругаетесь? Нет. Крайне редко. Крайне редко. Но на ютубе есть последнее видео, где мы с Масей ругаемся. Причем по-самому настоящему ругаемся. И там есть немножко мата. Где она обещает что-то со мной сделать. Потом у нас закрытие фонтанов. Не знаю. Если ребята 2 августа не закрыли фонтаны, то не знаю. Наверное, они закрываются у нас в сентябре. Кто Масева? Жена. Привет с Тагила. С Тагила еще не получал привет. Но Тагила тоже наш привет. Как прохожие реагируют на меня? Да не знаю как. На самом деле, меня очень много людей знает. Заезжали сюда. Ребята, которые стоят на охране, знают. Мы опаздывали на самолет. На администратор на стойке J7 тоже нас знает. Соответственно, меня много кто знает. Поэтому, в общем, все хорошо. Ты на дьявола похож? Не, ну скорее на ангела. Какой же я дьявол? Я очень добрый. Вы где такие добрые дьяволы? Так. Я люблю интернет. В интернете все у нас такие герои. Почему-то на улице ко мне еще никто не подошел. Никогда не сказал такую каку. Можно посмотреть на вашу фигуру? Можно? Как-то вот так вот. Фигуру. Моя фигура есть на ютубе. Саша Шпак. Забиваете и видите сразу я в топе. Там много моих видео с моей фигурой, тренировками, философией, диетой и тому подобное. Мой ребенок тебя обожает. На самом деле, дети меня всегда обожают. Особенно маленькие. Они еще не испорчены стереотипами. И им прикольно. Ему очень еще нравятся на самом деле рисунки. Ну то есть татуировка. Некоторые, кто рядом сидят, такие пальцем вводят. Такие оооо, прикольно. Так. Похож на вампира. Да. Была такая задумка. В общем, нормальненько, прикольненько. Так. Твои отношения к Будяку? Не знали Сергею Николаевичу. Вы виделись? Какое у меня отношение? Человек делает дела. У него все хорошо. Надо радоваться этому. Молодец. Поедем зимой в Таиланд. Могуть увидимся. В носу не ковыряй. Ты же не девушка. Чего это не ковыряй? Хочу ковыряй. Я вообще очень свободный человек. Хочу ковыряй в носу. Хочу еще где-нибудь. Мне же можно. Хе-хе-хе. Вот. Ну чего. Давайте. Расскажите мне что-нибудь интересное в сегодняшний субботний вечер. А то у меня там мальчик сейчас весь кальянчик выкурит. Накол. Ну так вперед. Давайте. Саня, привет. Стэля Вилла. Так. Стэля Вилла у нас тоже не было привет. Конкретно с Израиля много было приветов. А Стэля Вилла еще нет. Спасибо. И вам огромное. Держишь где-то или ешь, если хочешь. Я вообще на самом деле не очень люблю есть. То есть Мася вынуждена не есть, чтобы быть красивой. А я, а я, а я. А я ем мало. Вот сейчас будет третий прием пищи. Так. Я еду в Воронеж. Над тобой на улице не смеются. А почему надо мной смеяться? Или нужно? Я тут смотрю, голому написал. Много матных слов. Но, наверное, для голому это нормально. Привет в Финляндии. И в Финляндии наш привет. И Арву тоже. О, зеленые сердечки для меня. Алена Владивосток. Спасибо, Алена. Гей. Ух ты, прикольно. Серьезно. Не, не гей. Я лесбиянка. Причем такая законченная. С многолетним стажем. Хе-хе-хе-хе. Привет, красавчик. Привет. Спасибо. Где кальян? Кальян. Мася его там курит. У нее сегодня вот такая вот диета. Облегченный кальянчик. И бутылочка. Бутылочка. Бокальчик. Чего-то там. Лесбиян. Не, лучше лесбиянка. Лесбиян не звучит. Вы крутой цыган. Вам привет. Спасибо. Спасибо цыгане. Честное слово, сегодня столько необычных приветов. Огромное спасибо. Ты модель или снимаешься где-то? Нет. Меня не снимают. Я не снимаюсь. Я не модель. Я обычный человек. Просто несколько... Обычный и необычный человек. Чего? Блогер я. Известный очень. Подписчиков только немного. Но знают меня все. Так. По такому языке я не смог прочитать. Как поучу вы, что уже стали таким. На ютубе у меня есть целых куча видео. Одни из них интервью. Там все в моей личной жизни. Где родился, почему родился, почему стал таким, зачем. Сделал. И тому подобное. Нужно сняться. Но мы и так достаточно часто попадаем на телевидение. Но я не сторонник бесплатной работы. Поэтому, либо это должно быть плодотворное сотрудничество. Взаимовыгодное. Либо это деньги. Но в России деньги хватит мало. Вот. Что с лицом? Шикарно. Что с лицом? Закарчик уже сходит. Томиниканский. Из Карелии привет. Спасибо. Спасибо. Раз идет татуировка на глазах. Никогда. Навечное. 27 числа мы едем к Юлечке в Выборг делать маленькую коррекцию. Все это докорректируем. И после этого начинаем активно делать другой перманент. Будет прикольно. Так. Вы классные. У вас жена красивая. Спасибо. В паспорте такой же? Конечно. На таможне меня тоже много кто знает. Поэтому они знают, что я это я. Меня трудно подделать. Так. Привет, Мася. Алена Владивосток. Алена, вернусь передам. Ну, сейчас минуски. Через 3-4 будут заказывать трансляцию. Покажу вам ее через стекло. Губы качаешь или свои? Губы, честное слово, свои уже очень много лет. Наверное, лет как шесть. До этого да. До этого было много разных инъекций. Они немножко изменились. Потом все оттуда уже ушло. Но они остались такими интересными. Брови высвечу? Нет. Брови я высвечу лазером, чтобы сделать потом другую форму. Ну, если стрелку высшим. Будет прикольно. Если у меня жена. Есть. А на ютубе есть информация о всей моей предыдущей жизни. О, какой прикольный кадр. Интересно, можно сделать мне мою фотку? Ты страшная. Ну, зачем же вы так? Жестокие. Могу передать просто Москве. Потому что, если передавать каждому человеку привет, у нас будет день приветов. Люблю. Люблю людей, которые пишут гадости. Наверное, вы становитесь добрее, после того, как написали немного говна. Так что, от этого тоже идет какой-то долг. Когда человек пишет тебе баба, задаим другой вопрос. Либо вы дегенерат, вы не можете отличить мужчину от женщины. Второе, вы как минимум не уважаете женщин. Потому что, либо мы на женщину называем женщиной, либо девушкой. Но не бабой. А то как-то плохо это. Стирую тебя. Ну, зимами не нашли. Купец. Дети не пугаются. Дети не пугаются. Нет, пугаются взрослыми. Потому что взрослых куча в башке не нужна. А дети не пугаются. Мужчина или женщина? Мужчина, конечно. Сколько вешу? Вешу 111. В ногах тоже маникюр. Я вам раскрою секрет. Только вы не рассказывайте никому. Нога и маникюр. Не может быть ногами паникюра. Иначе у меня должно быть тогда 4 кисти. Хе-хе-хе. Так, что у нас? Звуки какие-то идут. А, я звуки забыл отключить. Кошмар. А все они написывают. Так. Ты умаешь стереотипы? Да, но не у всех. У некоторых это просто вызывает агрессию. Агрессия, потому что люди находятся настолько в матрице, что все непривычно вызывают у них две вещи. Первая страх, вторая агрессия. Вот и все. Все просто. Сколько я женат. Вечность. Вечность. Девственник. Ха-ха-ха. Да. Мы здесь находимся еще где? В одной из самых старейших построек Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость. Сейчас вам буду и показывать предсказания. Если детей нет и не будет, мы эгоистичные с массой. Живем ради себя. Нам все нравится. Вот такие тут древние постройки. Строил это все дядя Петр. Тот же самый, который Петр Первый, который Великий. Вот так, чтобы шведы нас тут не обижали. Опа. Куда деньги отправлять? Ребята, а все реквизиты есть на ютубовском видео или на инстаграме. Смотрите там. Потому что я в трансляции сейчас же не буду вам номер называть. Вот. Вы очень крутые. С массей. Счастья нам. Спасибо. Когда последний раз дрался много-много-много лет. Восемь, наверное. Нужны ли деньги? Деньги нужны всегда. Вопрос только не в деньгах. Вопрос в другом. Вопрос, зачем вы сами это делаете. Я на свою хорошую жизнь зарабатываю и хорошо. Где Мася? Ну что ж вы где Мася? Сейчас я вам покажу Мася. Там просто шумно. Ничего не слышно. Смотри, чувак, это тебя у нас сразу зарезали бы, закопали бы. Ну, видимо, вы жители не на территории Российской Федерации. Вот. Так. Саня, вон накачался без химии. Конечно можно, как бы это делали до этого, когда ее не было. Можно? Секретной таблетки не существует. Секретная таблетка состоит усердие в том, что надо тренироваться. Все остальные пытаются сожрать таблеточку, пожрать побольше жрачки и считают, что будет мышца. Ничего такого интересного не будет. Так. Я Шрек. Да, мы с Маськой такие, Шрек и Фионой. Мы иногда так и говорим. Счастья вам с Масей, детишек. Но детишек у нас не получится. Мы фактически предохраняемся. Хочу начать тренировки после многолетнего перерыва. С чего начать? Спасибо. С чего начать? Напишите в ВКонтакте. Я вам там напишу. С чего начать? Начать с того, что надо прийти в зал. Придя в зал, лучше начать с кардио. Кардио делать лучше недельки-две. Потихоньку увеличивая тэн. Ну, а после этого, когда сердечная система разыграется, можно начинать уже все остальное. Собственно, вот так. Тема. Мы в СПП, в ресторанчике, отдыхаем с нашими друзьями. Больно бить тату на веках? Больно. Еще несколько даже страшно это сказал, потому что прям вот очень рядышком все это идет со зрачком и кажется, что сейчас прям в глаз проходится. На самом деле все достаточно быстро и главное, чтобы был мастер хороший. Так. Какого проблем с защитным? Нет. Проблем с защитным никаких нету. Просто смысл бытия не у всех состоит в детях. Поэтому у тех, у кого дети это основное, мы детей любим, для тех, собственно, дети смысл жизни. А для нас смысл жизни хорошая жизнь, свобода, путешествие. Вот так вот. Показать зубки? Да, такие они. Берем он с тобой? Нет, с Серегой мы будем сниматься, наверное, завтра или послезавтра. Будет интересный выпуск, но я об этом рассказывать не буду. Это дядя Сережина тема, он все сам расскажет. Прекрасишься? Нет. Туировка? Показать тело? Вы не поверите, но у меня рука не тянется настолько. Когда мотивация? Уже все заснято. Около шести или семи видео они валяются в архиве и будут потихонечку вываливаться на канал. Так что вот так вот. Как такие зубы сделал? Хороший друг, дантист, он мне их сделал. Кем работаю? Да блин, я думаю, он уже настолько популярен, что все знают, кто я и где я работаю. Ой! Вкусный у них там оказался сметанник. Работаю я тренером. Работаю с красивыми девочками. Делаю еще красивее. А то, что я не доделываю, доделывает мой хирург. Классический. Так, внешность интересно, просто не всегда увидишь такие клыки. Такие клыки вообще редко увидишь. Хотя я одного человека видел. А, блин, мы еще идем на бал вампиров. Надо же не забыть, что у нас скоро бал вампиров. Кто не смотрел бал вампиров, советую всем это сделать. По-моему, это одно из самых ярких моих впечатлений в жизни от прикольной рок-оперы. Так что вот так вот. У меня побольше твоей? Ну, могу вас, наверное, поздравить. Но я еще работаю над ней. Я думаю, что у меня все будет в будущем. Я тебя видел по телеку. Ну, да. Мы были там совсем недавно. В прямом эфире. Это был последний день вылета с Доминиканы. Мы собирали чемодан. У нас был чек-аут через 20 минут. К нам уже стучались, а мы все сидели в скайпе и болтали с лайв-каналом. Днева хорошая. Зачем меня в лицо? Старое надоело. Ты стероиды ешь? Нет, я стероиды нехую. Кто-то классический хирург? Маурова Лариса Батратовна. Санкт-Петербургский институт красоты. Кстати, отделение есть в городе Москва. Так. Сколько мне лет? Чуть больше 18-ти. Сейчас вам через несколько минут буду Масю показывать. И пойду. А то это уже как-то прохладненько. На самом деле от прохлада лучше. Потому что легче на моей шкуру. Уже устал от доминиканского солнца. Ух, как оно здесь красиво. Шикарно. Так. От птероида, наверное, птичка не станет? Да, да, да. Поэтому, собственно, я столько лет и женат. Вы из меня просто худеете? Отлично. Хочешь похудеть? Покажи фотографию шпагу. Так. Больно было зубы такими делать? Нет. Это мои зубы. Я просто нарощенную потерю. Масю сейчас иду показывать. Потому что жалею, что родился мужчина. Не жалеть, я вообще ни о чем не жалею. Так что у меня все хорошо. Так. Так. Больше 18. А выглядишь как? Как я выгляжу? Так. Сейчас мы будем мачку показывать. Маленький компромат. Вон она сидит такая в платье. Маленькая такая. Хорошенькая. Вы давно вместе? Целую вечность. Опа. Как же не улыбаться? Я вообще все время улыбаюсь. У меня потяжка такая сделана. Вот такая. На 40 выгляжу. Ну что ж. Дай Бог каждому выглядит 40 на 40 как выгляжу я. Все. Мальчики, девочки. Я пошел курить свой кальянчик. А вам всем хорошего вечера. Будьте добрее. Возможно благодаря моей трансляции кто-то выплеснул своих фекалий наружу и станет несколько более приятно пахнущим человеком. Все. Всем пока. Все шпаколюбы вам огромное спасибо. Хорошего настроения. И наверное до завтра. Кстати, мы скоро поедем за грибами. И будем показывать интересное видео. Как мы находили белые грибы. Все. Мальчики, девочки. Всем пока. Опа. О, теперь осталось включить.